Нам нема чагу утойвать, мы готовы показать все, что цикавить. В акционерном товарестве Тихиньше, старшиню комитета по аграрных пытаниях, мажорица парламента Республики Казахстан, Сапархана Амарова, сустрекают не только гонорового гостя, а и делового партнера. За почные 10-ти годы Айчинная Живела Годовля зарабила великий круг наперед, и это залог за потребованность нашей продукции на внешних рынках. В этом сенте реклама властных макшимыстей лишней не будет. Молочно-товарный комплекс Бронная и акционерное товарство Тихиньше, напевно, один из буйнейших на Гомишине, каждый месяц тут отремлюсь молока больше, чем у инших сегасподприемствах. Причем досягаются такие вынники, в первую очередь, благодаря применению сучастных технологий. Сегодня Беларусь и Казахстан у сферы аграрного сопрознанства связывают тесные относины, починающие от узгадения законодавших актов у сферы отрывания экологично-чистой продукции, достворения с уместных предприемствам. Сапархан Амарова каже, что зараз Казахстан надает значную увагу в развитие живелогодочей глины, и опыт Беларуси тяжко переоценить. Начиная с прошлого года, часто уже сюда приезжают, особенно в Гомельскую область в прошлом году представители наших двух областей приезжали, это Павлодарская область и Атрауская область, для изучения опыта по животноводству в основном. В программе «Визиту на Гомичину» старшиней комитета по аграрных пытаниях мажориста парламента Республики Казахстан Сапархана Амарова наведывание широкого сельско-господарших и перепросовших предприемствам, акционерное товариство «Гомсельмаш», «Мелковита», «Гомель Агрокомплект», «Рогачевский малышно-консервовый кабинет», продукцию опошника доброведуюсь не только на постсоветские просторы, а и в таких краинах, как Турция, Иран, Вьетнам. Что год предприемство принимает дел в специализованной международной выставе в Астане и николь не вертается без медалев, первоважно золотых. По великим рахункам «Рогачевский малышно-консервовый» экспортно-ориентованное предприемство за меже Беларуси поставляется до 70% вырубленного. Наибольшей популярностью пользуется молоко концентрированное и стерилизованное в Казахстане, а также молоко, сгущенное сахаром, в жерстаной банке и в дуэпаке. Мощность нашего комбината до 10 миллионов банок в месяц. Мы с легкостью можем увеличить объемы поставки в Казахстан. Главное, чтобы была потребность в нашей продукции, а она в Казахстане есть. Олег Синтеров, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район.